Аэрокопируй и лови столько денег, сколько сможешь! Вице-премьер Ольга Голодец сегодня признала, что реальный уровень бедности в стране значительно выше официальной статистики. Еще и заявление существовать на прожиточный минимум невозможно. Кстати, как раз правительство его недавно понизило. К чему приведут эти социальные откровения, пока не ясно, но в выпуске обещаю и аргументы, и факты. Меня зовут Дмитрий Чашков от ТТС. На итоге, здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. Ледниковый период. Тюмень ожидает очередное сильное похолодание. Дополнительно 112 человек сформировано для усиления. Также по единицам спецтехники. Как город готовится к сибирским морозам? Хмуриться не надо в ада. Допинговый скандал добрался и до биатлонистов. Не отменят ли из-за этого Кубок мира в Тюмени? В подавленном состоянии. Очередная партия санкционных товаров не устояла под продовольственным прессом. Земной поклон. Домостроители 34. Дом, который устроил не всех. Мы наконец-то сделали все ремонты хорошие. Погасили ипотеки и оказались в безвыходной ситуации. Как жить в здании, которое уже сравнивают с Пизанской башней? Начинали неделю сообщения о превышении педпорога по ОРВИ. Заканчиваем ее уже карантином в школах. Их с каждым днем, кстати, в списке все больше. Сегодня стало известно, что полностью закрыты. Тюменские гимназии номер 5 и 21. 52-я школа. Отдельные классы в 37-й, 65-й и 91-й школах. А также в гимназии номер 49 и 93-м лицее. Дети перешли на дистанционное обучение, а классы обрабатываются дезинфицирующими средствами. Эпидпорог в регионе превышен почти на 17%. Большая часть заболевших как раз дети и подростки. Чуть больше 3600 учащихся заболело. Это заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, которые у нас регистрируются в течение всего года. Но именно в осенне-зимний, зимне-весенний период происходит рост. В том числе и к этому присоединяется грипп. И поэтому необходимо проводить определенные ограничительные мероприятия. Но на следующей неделе, кажется, сама природа проведет ограничительные мероприятия. Метеосвод крадует формулировками. С 19 по 23 декабря усиление морозов местами до минус 43 градусов. Если ноябрьские климатические сюрпризы были скорее восприняты как неожиданность, то к декабрьским городские службы готовятся заранее. Где проходят главные проверки и как лучше всего встретить глобальное похолодание, расскажет Евгения Зубцова. Эти кадры были сделаны вечером. В автобусе 17 маршрута не протолкнуться. В минус 20 пассажиры ждали 40 минут. По их версии сломался автобус. Всегда автобусы на 15, на 20, на 40 опаздывают. То есть их нету, видимо, на рейсе. А впереди морозы в два раза сильнее. На следующей неделе в Тюмени обещают похолодание до минус 40. Перевозчики уверяют, к экстремальной погоде готовы. Есть резерв машин. С кондукторами еще раз проведен инструктаж. Людей без оплаты не высаживать. Водители тоже на готове. По каждой автоколонии два человека остается для того, чтобы через определенный промежуток времени завести автомашину, прогреть ее. И утром перед выпуском в 5 утра также заводится эта машина. Водитель приходит, машина теплая, заводит и выезжает на линию. Тепловики уже издали приказ о надежной работе системы в морозы. Назначены дежурные. У них и без того каждый день работает 14 аварийных бригад. А к холодам их число увеличивают. Хотя как раз таки в большой минус повреждений меньше. Дополнительно 112 человек сформировано для усиления. Также по единицам спецтехники. 41 единица спецтехники у нас работает ежедневно. Сформировано дополнительно 17 единиц. Около 300 водоразборных колонок сегодня работает в Тюмени. Для них зима, а особенно морозы – настоящее испытание. Чем ниже температура, тем больше вероятности, что устройство замерзнет. Сейчас на улице минус 22, и эта колонка пока работает. Колонки отогревают по заявке. Технике тяжело в морозы. Что уж говорить о людях. Врачи подсчитали – в холода пациентов становится на 25% больше. Приходят с ОРВИ в основном. Поэтому совет один – тепло одеваться и плотно кушать. Женщинам нежелательно надевать сережки в этот период. Потому что, да, может быть контактное обморожение. Или тогда ушки надо закрывать шапочкой. И тем, кто носит очки, сменить металлическую оправу на пластмассовую. Это тоже имеет значение. Кстати, уже сейчас в поликлиниках начали разводить потоки пациентов, чтобы меньше людей заболело. Если технику можно починить, то со здоровьем лучше не шутить. Евгения Зубцова, Сергей Жернаков. Тюменское время. О технике и людях говорили сегодня в Уральском полупредстве. Выяснилось, что сочетание – это зачастую опасное нарушение правил перевозки детей, выявленных в каждом втором учреждении федерального округа. Из тех, что этим занимаются. Игорь Халманских собрал губернаторов для серьезного разговора в контексте недавней аварии под Ханты-Мансийском. Она, напомню, унесла жизнь 12 человек, в том числе 10 детей. Главы регионов отчитались о принятых мерах. В частности, в Тюменской области ввели серьезные ограничения на такие поездки в вечернее время и в непогоду. Сопровождение автобусов ГИБДД стало обязательным. Кроме того, транспорт, перевозящий детей, у нас оборудуют специальными проблесковыми маячками. С этой инициативой тюменские власти хотят выйти на федеральный уровень. Найдены и альтернативные варианты, более безопасные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Тюмень и ШИМ – это как раз юго-восточное направление, которое, в принципе, охватывает достаточно большое количество районных центров и населенных пунктов Тюменской области. Ну а в Тюмени сегодня продолжали разбираться с другими трудностями перевоза детей в общественном транспорте. И, кажется, разобрались. Получается, не удерживал водитель маршрутки мальчика, забывшего транспортную карту, и не издевался над ним, как успели написать некоторые интернет-издания. Напомню, резонансную историю обсуждали накануне. Гневный пост опубликовала на своей странице в соцсети Тюменко. Водитель 50-й маршрутки не выпускал ее 10-летнего сына, не оплатившего проезд. А школьник просто забыл транспортную карту дома. И ему пришлось проехать 7 лишних остановок, пока кто-то из пассажиров не отдал за ребенка 22 рубля. В итоге домой он возвращался пешком по морозу. Интернет-пользователи требовали крови, чиновники грозили наказанием, даже следком успел подключиться. Водителя нашли. Анатолий Донкоглов работает с 1987 года. Штрафов не имеет, нареканий тоже. По его словам, мальчик вообще не сказал, что не может оплатить проезд, и ему приходится выходить на другой остановке. В остановке Одесской у меня оставалось 3 пассажира, 2 женщины и ребенок, которого я только заметил на Одесской. Женщина вышла, вторая говорит, что ребенок выходит на суд, имеет экспертизы, он потерял транспортную карту. И я рассчитаюсь за него. Ребенок вышел на суд, и на экспертизе. А женщина доехала до Очакова, до конечной. Рассчиталась за себя и за ребенка, и вышла. Все. Ребенок, конечно, мог просто постесняться сказать о том, что у него нет денег. Но на этот случай форс-мажоры перевозчики проинструктированы не высаживать пассажиров, особенно школьников и пенсионеров. Будем надеяться, что это правда было простое недоразумение. Мама мальчика свое сообщение в соцсетях уже удалила. Инцидент исчерпан. Очень обидно будет, если из-за инцидента с допингом у Тюмени отнимут Кубок мира, и в дальнейшем и чемпионат мира отстат почти дословно. Так прокомментировал Антон Шипулин очередной скандал, спровоцированный ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство передало в Международный союз биатлонистов список из 31 фамилии россиян, которых подозревают в манипуляциях с допингом. Причем часть из них запрещенные препараты принимали во время Олимпиады в Сочи. Президент IBU Андрес Бесберг заявил, что окончательное решение будет принято после разбора всех доказательств и общего заседания, которое состоится 22 декабря. На нем будут решать судьбы как спортсменов, так и жемчужины Сибири. Хотя для проведения этапа Кубка мира у нас сделано уже очень многое. В этом году в связи с тем, что в тестовом варианте Кубок мира пройдет в преддверии Олимпийских игр в Корее, соответственно, и IBU изменила календарь и логистику передвижения спортсменов с учетом того, чтобы из Кореи перелета не было в Европу и обратно в Россию не было необходимости возвращаться. И логистика была выстроена таким образом, чтобы после этапа в Корее перелет в Тюмень и из Тюмени, соответственно, в Норвегию. Этап Кубка мира может и пройдет в Тюмени, но вот в каком составе вопрос открыт. И сегодня Фуркат призвал разобраться со списком. А если этого не произойдет, то предложил коллегам отказаться от участия в этапах Кубка мира. К нам присоединяется Марина Лютова. Здравствуй, Марина. Здравствуй, Дим. На самом деле тоже с интересом наблюдаю за происходящим, потому что, как это водится, пена осядет, все разберутся, и вот потом будет понятно, кто и чего стоит. Вот на самом деле из тех материалов, которые я читал, не увидел ни одного спортсмена, который бы говорил, что российские спортсмены точно не употребляли допинг. Но их можно понять, да и по сути даже Бьерн Даллин, несмотря на уропатриотические заголовки российской прессы, Бьерн Даллин защитил, вступился за российских спортсменов. Он не так говорит. Специально процитирую. По мне, все российские спортсмены чисты, пока их не дисквалифицировали. Это взвешенная позиция. Просто ждет доказательств. Все нормально, все логично. Взвешенная позиция, да. Какие заголовки тебя порадовали? Сейчас расскажу. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным и местным властям взымать плату за въезд в определенные зоны городов, сообщает коммерсант. Это создает правовую основу для обеспечения бесперебойного движения по дорогам транспортных и пешеходных потоков и минимизации потерь времени при движении, цитирует издание депутатов. То есть может появиться еще один метод борьбы с пробками за счет автомобилистов. Правда, в документе прописано, что при введении платного проезда власти все-таки должны будут организовать дополнительные парковки или альтернативные маршруты. За год зарплаты в Тюмени снизились на 8%. К такому выводу пришли аналитики портала Headhunter, сравнив среднее арифметическое вознаграждение в самых популярных сферах с такими же данными прошлого года. Больше всего снизились зарплаты, ну, конечно, из тех, что работодатели предлагают на сайте, в сфере строительства и недвижимость на 25%. На втором месте высший менеджмент, падение почти 24%. С другой стороны, произошел рост в маркетинге, рекламе и пиар почти на 13%. Среднее по Тюмени зарплата находится на уровне 38 тысяч рублей. Сотрудники МЧС все-таки разыскали тюменского пенсионера, который спас тонущего ребенка, о чем и сообщается на сайте регионального управления. Это оказалось непростой задачей, поскольку мужчина свой поступок афишировать не хотел. Известно, что зовут его Григорий Алексеевич, он считает, что на его месте так должен поступить любой. Вечером в среду 10-летний школьник провалился подлет на озерце в районе лесобазы. Его друг успел позвать на помощь, мимо проходил Григорий Алексеевич, он-то и вытащил мальчика из ледяной воды и вызвал скорую. В МЧС сейчас решают вопрос о поощрении мужчины за проявленные смелости и самоотверженность. Но еще одна немаловажная деталь. Мужчина вспоминает, что в то время на озере людей было, в принципе, достаточно, но вот как-то не отреагировали они оперативно, растерялись, что ли, не бросились на помощь. Мне кажется, ничего неожиданного. Я не удивлюсь, если через какое-то время в интернете появятся видеозаписи с телефонов. С этим спасением? Ну, вдруг. Я надеюсь, что этого не произойдет как-то лучшего мнения о цумянцах, хотя, наверное, нам всем стоит помнить, что нельзя оставаться равнодушными. Особенно, мне кажется, это будет актуально вот с этими морозами. Безусловно. Ладно. Тебе большое спасибо. Хороших выходных я продолжу. Ну, вы знаете, тут, как ни крути, все же главным поводом для обсуждения в сети стала тема биатлона, поэтому не могу к ней не вернуться. Напомню, регион получил право на проведение этапа Кубка мира в 2017-м и чемпионата мира в 2021-м году. За последней борьба была нешуточная, потому как развернулась ровно в разгар первого допингового скандала. Но мы выстояли и пока верим. Хотя в Сочи отменили, знаете ли, чемпионат по бобслее. Сегодня гость программы одна из тех, кто добивалась, чтобы Тюмень стала столицей мирового спорта. Олимпийская чемпионка Луиза Носкова. Луиза Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что год 2016 для российского спорта, для тюменского спорта, был все-таки не такой простой, как хотелось бы, да? Да, действительно, год был очень сложный. Недаром он высокосный, наверное, да, очень, как и радостных моментов было очень много, так и, конечно, не очень хороших. Для спорта было моментов. Мы все помним, как, в общем-то, складывалась ситуация по летней Олимпиаде, как были скандалы, недопуски на Олимпийские игры. Ну, сейчас у нас еще новые скандалы по зимней вообще, на самом деле, появились буквально вчера. К сожалению, да, буквально, наверное, год и заканчивается. Как он начинался, так и заканчивается скандалами. Теперь биатлон замешан. А IBU-то с нами дружит более или менее? Да. В хороших отношениях. IBU с нами дружит, общаются хорошо. В общем-то, я думаю, то, что проходили у нас соревнования, и к нам никаких нареканий нет по поводу того, что проведение соревнований. Поэтому надеюсь, что будет все хорошо. Ну, конечно, для Тюмени главное событие – это Молдавия, это участие в отборе на чемпионат мира 2021 года. И вы там были? Да, была. Как вы это пережили? Мы там с вами встречались, конечно, после. Да. Конечно, очень было волнительное событие, очень волнительное. Такая ситуация была накаленная. И поэтому, ну, несмотря на это, мы все равно ехали, наша команда, вот которая делегация, официальная делегация, которая вылетала в Кишиневе, участвовала в заявочной кампании, все-таки была настроена на победу. Несмотря ни на что, каждый делал свое дело. То есть, что он мог именно внести вот в эту победу. Наверняка лет 20 назад, да? Вы подумать не могли, что Тюмень станет биатлонным центром страны. Мечта моя еще, она была в 86-м году, когда я только начала заниматься, с 85-го года начала заниматься биатлоном. И в 86-м году вот у меня действительно была, вот сейчас можно так говорить, да, многое, но была мечта о том, чтобы все-таки соревнования, крупные международные соревнования, я не думала тогда о чемпионате мира, чтобы соревнования крупные проходили у нас, в Тюмени, здесь. Всегда в мечтах, вот оно было. Почему мы-то всегда на выезде, вот думала, почему мы все время выезжаем куда-то, почему мы должны из области выезжать на другие базы. И мы когда с тренерами общались, и вот то место вот это вот, намоленное спортсменное место. То есть, или у вас было заранее, оно придумано? Было, Черная речка, да, Анатолий Николаевич Мельников, в общем-то, а мы, я в принципе в его группе была, занималась лыжными гонками, и мы об этом месте знали, мы там соревновались, и поэтому, конечно, это все неоткуда-то бралось, вот это место. И оно постепенно, 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 и, в общем-то, все пришли к тому, что там достаточно хорошее пересечение, именно для того, чтобы делать такие вот хорошие дистанции мирового уровня. Вот, поэтому, вот оно, наверное, воплотилось через 30 лет, воплотилось мечту. Ну, я так понимаю, что, ладно, 2016 год, мы прошли это трудное голосование, но дальше мы не останавливаемся. До 21-го еще, ну, можно сказать, 4,5 года где-то до самих соревнований. И, я так понимаю, что и 2018 год впереди непростой, когда может быть переголосование о IBU. Я даже не думаю о том, что может произойти, что у нас отнимут чемпионат мира, и что мы не будем проводить чемпионат мира. Поэтому здесь, конечно, ну, может все, возможно все, но надо верить в лучшее. Спасибо большое. Верите в лучшее. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютубе и в группах Тюменское время, в соцсетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Впереди новости из районов, после вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. В Тобольске продолжаются работы по подготовке грузовой литовой переправы. Она будет выдерживать 60 тонн. Пока действуют две полосы грузоподъемностью 5 и 10 тонн. На переправу из бюджета выделено более 3 миллионов рублей. Средства частично компенсируют организации Левобережья, которые пользуются большегрузным транспортом. В Нижне-Тавдинском районе продолжается строительство свинокомплекса Тюменский. В нескольких помещениях уже монтируют оборудование репродуктора. В корпусах будут находиться более 4700 свиноматок. В планах выращивать почти 107 тысяч животных в год. Начинающие предприниматели, а также школьники Уватского района посетили семинар «Получи свой стартап». Специалисты пенсионного фонда, центра занятости, торгово-промышленной палаты и налоговики рассказали, как открыть и развивать свое дело. Огромный торт и бесплатное мороженое в подарок елутеровским ребятам на открытие дворового клуба «Мечта». Он расположен в залинейной части города. Этот район развивается, число жителей растет. И уже сейчас более 160 детей собираются посещать новый клуб. Ребята из Казанского района тоже получили вкусные подарки. Только вот ребята взрослые и подарки они не смогли использовать по назначению. Зато в качестве новогоднего бонуса пришло чувство выполненного патриотического долга. Вблизи казахстанской границы инспекторам попалась очередная партия польских яблок. Обнаружили их в автомобиле «Газель». Сопроводительных документов у груза не было. За символы решено избавиться от санкционных товаров тут же, на месте. Кстати, казанские инспекторы уже не в первый раз спасают Россию от запрещенного импорта. Но не все выявленное можно вот так легко уничтожить при помощи тяжелой техники. Иногда помогает работа над ошибками. Но главное, чтобы она началась – история одного очень странного дома на лесобазе. Домостроителей 34. Вот уже несколько лет вот это здание всем своим видом показывает, что подрядчики при его строительстве были сильно неправы. С ним уже даже согласны эксперты, которые привели техническую оценку конструкции. Про жильцов я вообще молчу. Но видимых изменений до сих пор так и нет. Почему? Узнавала Екатерина Кальченко. Изменение наклона многоквартирника заметили сотрудники управляющей компании полгода назад. Приборы показали, что дом дает стремительную осадку. Хотя в эксплуатации всего 8 лет. За моей спиной находятся два подъезда многоквартирного дома по улице Домостроителей 34. Они представляют из собой отдельную блок-секцию. Отдельную блок-секцию. Вот именно эта блок-секция, именно эта блок-секция на сегодняшний день дала крен. Чтобы определить, есть наклон у дома или нет, представители управляющей компании поставили на здание специальные маячки. Сами же жители придумали свой способ для определения. Этот металлический шарик, если его бросить в любой части квартиры или даже подъезда. И сразу видно, что катится он в направлении наклона. Экспертиза показала, что неправильная осадка идет в двух углах дома. Один из которых ушел в землю уже на 55 сантиметров. По строительным нормам она не должна превышать 15. Большая часть здания не опирается сваями в прочный грунт. В районе лесобазы такой практически на всей территории. И этот факт, по всей видимости, не учли при застройке. Он находится на разных отметках под этим зданием. Есть вероятность, что один из углов здания, который меньше всего дал осадку, все-таки отдельными сваями упирается в этот грунт. Но абсолютно большее количество свай данного фундамента не попадает в слой песка и не дотягивается до него от метра до двух и более. Больше всех обеспокоены жители. Теперь их квартиры отказываются продавать агентство недвижимости. А некоторые просто боятся находиться в таком доме. У нас большая трехкомнатная квартира. В принципе, нас все устраивает. Мы наконец-то сделали все ремонты хорошие, погасили ипотеки и оказались в безвыходной ситуации. Пока состояние дома признают ограниченно работоспособным, поэтому тюменцев представители УК призывают не паниковать. Уже разрабатывается план, как укрепить сваи и вернуть первоначальное положение зданию. Технологии это позволяют. Застройщик завод же бы и обещал все финансовые вопросы взять на себя. Екатерина Кальченко, Евгений Проскуряков, Леонид Ализаревич, Сергей Жирнаков. Тюменское время. В финале выпуска еще раз напомню, нас ждут весьма и весьма холодные выходные. Но есть люди, которым это не помешает. На Тюменском озере чемпионов сегодня стартовал открытый турнир городов России по зимнему плаванию. Несмотря на название, участие в нем принимают спортсмены из США, Франции и других стран. Соревнования рассчитаны на три дня. За это время различные дистанции. Проплывут около 300 участников. Сегодня в ледяной воде на 450 метров соревновались марафонцы. Это не длинная дистанция. 450 это была запредельная дистанция 5 лет назад. Люди растут, люди плавают. Люди плавают уже километры и два километра. 450 это не длинная уже. Пока что до серебряной дошел медали. Бронзовая есть, серебряная есть, золото нет. Поэтому хочу. На субботу запланированы массовые заплывы на 25, 50 и 200 метров. В воскресенье можно будет наблюдать за супермарафонцами на дистанции 1000 метров и более. Вот даже представлять, знаете, такую холодность. Болельщикам после официальных заплывов предложат попробовать свои силы на тех же дистанциях. Я так предполагаю, что мой коллега Роман Яванович тоже заплывет в эти выходные. Поэтому приезжайте, посмотрите. У меня к этому часу и на этой неделе все новости в понедельник. Тесла на итоге на том же канале в то же время. Уверен, что нам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова